В жилом фонде, в осенне-зимний период, она проходит по всей республике, в частности в городе Минске и в Октябрьском районе нашем. С этой целью мы посещаем, с работниками соцзащиты, Белорусско-добровольным пожарным обществом, оказываем помощь. Хотели бы вам установить извещатель автономный пожарный. В целом по республике 522 человек у нас погибло. И с целью предотвращения возникновения пожаров устанавливаем. Автономный пожарный извещатель является надежным средством оповещения пожаря. При достижении правового значения концентрации дыма, этот прибор издает звуковый сигнал. Кстати, можем его проверить. Сразу здесь есть тест-то на кнопку. Которая оповестит не только вас, но также оповестит и соседей, предупредит о надвигающейся беде. Конструктивная особенность этого извещателя предполагает работу как автономно, то есть один, так и в составе локальной сети. С возможным выводом на внешний свет и звуковой устройства. Монтируется очень просто. Двумя широками к потолку. И планкой закручивается. С 1 по 31 октября текущего года проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде, как в целом по республике, так и в городе Минске, и в частности в Октябрьском районе, в осенне-зимний пожароопасный период. В целом по республике у нас произошло уже 5329 пожаров. Так, к сожалению, очень много погибло, 522 человека из них, 22 именно в городе Минске. Вот с этой целью мы посещаем жильцов, рассказываем о ситуации в стране и в районе по пожарам и другим чрезвычайным ситуациям. Вот хотим вам вручить такие памятки, которые будут вам напоминать. Наклеечка о необходимости, о недопущении оставления электроприборов в сети. И такая памяточка о правилах пожарной безопасности в доме, в квартире, в частности по отоплению, с изображением у меня Полимы Купины. Это икона, которая будет защищать ваш дом от пожаров, ваших родных и близких.